Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники! Сегодня разберем главу 1b навыки аудирования и говорения нашего замечательного учебника Spotlight 11. И, как видите, мы продолжаем тему отношений. Нас просят посмотреть на картинки, описать их и ответить на вопрос, в каких отношениях состоят люди, изображенные на этих картинках. На первой картинке у нас семья, которая, возможно, празднует чей-то день рождения. Мы видим подарки и тортик. На второй мы видим людей, разделенных забором. Может быть, они соседи. И на третьей мы видим молодых людей, которые общаются, сидя на лавочке в парке, судя по всему. Теперь то же самое, но немножко расширено, нам нужно сказать на английском. Давайте послушаем нашего восьбота Майкла, который описал эти картинки для вас, чтобы у вас был пример выполнения этого упражнения. Let's begin. In the first picture, we can see five people around a table, two children and three adults. They are in someone's house. It looks like it is the girl's or boy's birthday as there are presents in front of them. I think the boy and girl are brother and sister and their parents and grandmother are with them. In the second picture, there are also five people, three children and two adults. They are standing outside someone's house and talking. One of the boys, a girl, and a man are standing on one side of the fence. The woman and the other boy are on the other side. I think they are two different families and that they are neighbors. In picture three, we can see two young people, a girl and a boy. They are sitting outside in a park. The girl is looking at the boy. Maybe she is trying to talk to him, but he is looking away. Maybe they are boyfriend and girlfriend. Как видите, ничего сложного в этом нет, лексика достаточно простая и вам знакома. А теперь упражнение, направленное на отработку новой лексики. Нам нужно будет работать со словарем, который находится в конце нашего учебника, для того, чтобы выбрать правильное слово, подходящее по смыслу в предложении. Чтобы успешно выполнить это упражнение, нужно сперва разобраться с словами, выделенными жирным шрифтом. Involving – это включать в себя. В данном случае Mrs. Jacobs всегда включена во что-то. Interfering – это вмешиваться во что-то. Concern – это вещи, которые заботят вас. Или Mrs. Jacobs, как в данном случае. Wiery – это те вещи, которые волнуют вас. Ну или Mrs. Jacobs. Итак, все о предложении. Mrs. Jacobs is always interfering in things that don't concern her. Сословно это переводится как Mrs. Jacobs всегда вмешивается в вещи, которые ее не касаются. Concern – это еще и касаться кого-то или чего-то. Но не в плане трогать, а в плане иметь отношения. Так, interfering и concern. Второй случай. Making – picking. Эта ситуация, как и предыдущая, легко решается, если вы заглянете в словарь, в раздел фразы. Там мы увидим фразу pick fights. Ну а фраза make friends вам должна быть знакома, то есть заводить друзей. He is always picking fights with his neighbors. It's difficult to make friends with him. Он всегда ввязывается в скандалы со своими соседями. С ним сложно подружиться. В третьем предложении у нас опять фраза gets on my nerves. То есть действует мне на нервы. Мой двоюродный брат и стоян действуют мне на нервы. Он думает, что знает все на свете. Josh is saying how good he is at everything. Если у нас кто-то говорит, как он хорош во всем, скорее всего он хвастается или выделывается. А это как раз и есть фраза showing of. It is typical of him to put the blame on others. Фраза to put the blame, то есть перекладывать вину на, в данном случае, других, есть точно в словаре. Ну и в русском языке мы говорим, как для него типично то или иное действие. Также и в английском. His parents are extremely pleased with his progress. Родители, конечно, обрадованы его прогрессом, а не наслаждаются. She is very popular with your friends. Фраза popular with вам должна быть известна. И очень популярна среди своих друзей. Our mom takes good care of us. To take care – это заботиться, вы это знаете. We are close to her. Фраза to be close to somebody означает быть близким в отношениях. Понятно, что мама, скорее всего, будет, конечно, не близка своим детям. I've got a great relationship with my brother. Если мы говорим об отношениях с нашим братом, мы используем relationship. Connection – если он в другом городе, и мы с ним держим связь посредством телефона или интернета. Этот термин не совсем подходит к отношениям. We never have arguments. Мы никогда не спорим, не ругаемся, не деремся. Ну, конечно, у нас такие отношения. When John gives a promise – давать обещание – is to give a promise. Эта фраза должна быть вам знакома. He never breaks it. То есть он никогда его не нарушает. Если бы было здесь back слово, то можно было бы использовать takes it back. То есть никогда не берет свои обещания обратно. Хотя непонятно, возможно ли это вообще. Но так как слова back здесь нет, to break promise – это нарушить обещание. Слава богу, Джон никогда этого не делает. My parents didn't let me stay out late when I was at school. Когда я учился в школе, мои родители не разрешали мне, не давали в данном случае гулять допоздна. Хотя не понимаю, почему бы allow тоже не использовать. Allow – это разрешать, позволять. Мне кажется, возможны оба варианта. She always relies on her family for help and support. За помощью и поддержкой мы всегда полагаемся, да, но в данном случае на семью. Странно зависеть от семейной помощи и поддержки, она и так у вас будет. His grandparents don't approve of the way he dresses. Его бабушки и дедушки не одобряют то, как он одевается. Но это они делают почти всегда. Her parents object to her staying out late. Слово object всегда употребляется сцу. Помните об этом? Ее родители возражают против того, чтобы она гуляла допоздна. Refuse – это отказываться от чего-то, но вряд ли они будут от этого отказываться. I don't really. И у нас здесь know и recognize. Recognize – это узнать Стива. Ну, допустим, вы его не видели сотню лет. No – это знать его как человека. Давайте посмотрим дальше. We smile and say. Ну, здесь все просто hello. But otherwise we keep to ourselves. То есть мы улыбаемся при встрече и говорим здравствуйте. Ну, в принципе, на этом все. Соответственно, Стива мы не знаем как человека, как мы можем его узнать, если кроме здравствуйте мы никак с ним не общаемся. Вот так легко при помощи словаря выполняется это упражнение. У нас есть фразы с положительной коннотацией и с отрицательной. Судя по смайликам. Нам нужно использовать их для того, чтобы обсудить взаимоотношения с различными членами нашей семьи, друзьями и соседями. Можно использовать идеи из упражнения 2. Let us look at the phrases. I think a lot of – я много думаю о. I have a really good relationship with – у меня прекрасные отношения с… Ну, например, с братом, как упражнение 2. Supports me no matter what – поддерживает меня, что бы ни случилось. Is always on my side – ну, кто-то здесь всегда на моей стороне. Is very special to me – имеет для меня огромное значение, опять же, кто. Теперь фразы отрицательные. I'm not very close to – я не очень близок, ну, с кем-то. I have my ups and downs with – бывают между нами трения, так сказать. Не всегда есть понимание. I often argue with my – я частенько спорю или ссорюсь с кем-то is. We have almost nothing in common – у нас почти ничего общего. We don't often see eye to eye. Фраза see eye to eye говорит нам о том, что нечасто мы совпадаем во взглядах на что-либо. And there is an example. I have a really good relationship with my brother. We almost never argue. Здесь мы видим использованные идеи из упражнения 2. Really, I often argue with my brother. We have almost nothing in common. Здесь у людей совершенно разные ситуации. У кого-то с братом прекрасные отношения, и они почти не ссорятся, не спорят. А кто-то этому удивляется и говорит, я частенько с братом ссорюсь, спорю. У нас почти ничего общего. Ну, так бывает. Наши вейсботи составили небольшой диалог для того, чтобы у вас был образец выполнения упражнения. Давайте послушаем и почитаем, что у них получилось. Let's begin. Обратите внимание, максимально использованы различные фразы. Ваша задача сделать то же самое. Здесь ничего сложного. Нас просят посмотреть на форму, ну или бланк какой-то. Ответить на вопрос, для чего он. Послушать и заполнить пропуски с первого по шестого. Давайте посмотрим на бланк. Neighbors from hell. Соседи из ада. 24-hour. Helpline. Helpline это горячая линия, но в данном случае помощи, видимо, людям, которых достают соседи. Активная линия 24 часа. У нас есть name of caller. Кто звонит. Complaints. То есть жалобы. When problem first started. Когда впервые возникла проблема. Advice given. Какие даны советы по устранению проблемы. Это форма сотрудника, я так понимаю, вот этой горячей линии. А не того, кто на нее звонит. But let us listen and complete the gaps to learn all the details. Давайте послушаем, заполним пропуски, чтобы узнать все подробности. Let's begin. Продолжение следует... 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 and any other trouble in a diary. If you can't resolve the problem in a friendly way, you may need to involve the police. And the more information you have, the better. Okay, I'll start doing that right away. And please call us anytime. We are there to support and help in any way we can. Thank you very much. Now let us check our answers. Давайте проверим ответы, что же у нас получилось. Что у нас звонит Mary Smythe. На что жалуется? Музыка громкая, множество шумных visitors, то есть посетителей, ходят гости, постоянно к ним шумят. Throwing rubbish in her garden. Еще при этом бросают ей на участок в сад мусор. Проблема началась three months ago, то есть три месяца назад. Какой был дан совет? Keep a diary to record the facts. То есть нужно в дневнике записывать факты, когда, какая музыка, во сколько играла, из чего, кто приходил и так далее. И если не получится решить по-дружески, contact the police if necessary. Обратиться в полицию, показать ей собственно все записи, чтобы у вас были документы, и пусть они уже утрясают вопрос с этими шумными соседями. В секции повседневной английской мы получимся подавать какую-то жалобу, жаловаться на что-то, а также извиняться, если вдруг жалуются на нас или на какое-то наше действие. Exercise five, work in pairs. Use the ideas below or your own ideas and the language in the box to act out exchanges. Нас просят использовать идеи, что у нас ниже, или наши собственные, а также те фразы, что у нас есть в табличке, для того, чтобы разыграть небольшие обмены репликой. Давайте посмотрим на то, что у нас есть в табличке для начала. Making a complaint. Как мы жалуемся, подаем жалобу. Или высказываем претензии. I'm afraid I have a complaint. Боюсь, у меня есть жалоба. Или же недовольство по какому-либо поводу. I'm really unhappy, annoyed, upset, angry, etc. about. То есть, я сильно недоволен, раздражен, расстроен, зол и так далее по поводу чего-либо. Do you think you could do something about... Не могли бы вы что-то сделать с какой-то проблемой? Это тоже форма выражения недовольства. Когда мы задаем такой вопрос. I wonder if you could stop... Дальше нужно использовать глагол с имплемом окончаниями. Например, I wonder if you could stop complaining, for example. Не могли бы вы перестать жаловаться, например. Would you mind stopping complaining again? Не могли бы вы прекратить жаловаться? Ну или что-то еще. Если мы слышим что-то подобное, возможно, лучшим вариантом будет извиниться. И сказать... Простите, я не знал, что это вас расстраивает. Даже не мог подумать. Или же... Мне действительно очень жаль. Пожалуйста, примите мои извинения. Я понимаю, почему вы расстроены. Это никогда не случится вновь. Ох, мы так извиняемся. Вот это do используется для усиления глагола. Я или мы попробуем что-то с этим сделать. Теперь с ситуацией. Drop litter in the garden. Кто-то бросает нам на участок мусор. Dog barks a lot. Digs up plants. Собака или много гавкает. То есть шумит, не дает спать. Или выкапывает цветы, например, на том же участке. Или в саду. Children make too much noise. Damage property. Дети слишком шумят. Или повреждают какую-то собственность. Ну, не знаю, ломают стулья, бросают камни в окна и так далее. Чем еще там дети занимаются? Have loud arguments at night. Громко ругаются по ночам. Да, и такое тоже случается. So there is an example. I'm really upset about the litter that you keep dropping in my garden. I'm really sorry. It won't happen again. Человек высказывает недовольство по поводу того, что сосед бросает мусор на участок. Сосед извиняется и говорит, что такого больше не произойдет. Наши войсботы для примера составили пару диалогов с некоторыми ситуациями. Давайте послушаем и почитаем, чтобы у вас был образец. Let's begin. Do you think you could do something about the children, making so much noise in the early morning? I'm really sorry. We'll try to do something about it. I was wondering if you could stop your dog from digging up my plants. Oh, I do apologize. It won't happen again. Как видите, обмен претензиями взаимный. Но эта тактика не всегда эффективна. Остальные ситуации вы легко проработаете по образцу. Тем более их осталось всего три штуки. Reading and exercise 6. Listen and read to answer the questions. Explain the underlined phrases. Нас просят послушать и почитать. Для того, чтобы мы могли ответить на вопросы, почитать мы, видимо, должны будем послушать диалог, а также объяснить значения подчеркнутых фраз. Let us look at the questions. How are John and Phil related? В каких отношениях стоят Джон и Фил? Друзья они, братья и так далее. What is John's problem? Какова проблема Джона? Что у него случилось? What does Phil promise? Что обещает ему Фил? Who is having a party on Saturday? У кого проходит вечеринка в субботе? Now let us listen to and read the dialogue itself. Let's begin. And mind the questions. Hi, I'm John Sullivan from next door. I don't think we've met yet. Oh, hi, I'm Phil. Pleased to meet you. Would you like to come in? Oh, no thanks. I'm on my way to a lecture. I just wondered if I could have a quick word. Sure, go ahead. Well, it's just that your loud music has been keeping my housemates and me awake every night since you moved in. There's a lot of shouting going on, too. Oh, yes. I suppose we've been a bit noisy. Yes, I understand. But we're sitting exams in two weeks' time and need a good night's sleep. Oh, dear. I'm sorry. I'll make sure that we keep it down. Thanks so much, Phil. I appreciate that. You're welcome. Oh, by the way, we're having a party this Saturday. You and your housemates are all invited. Oh, uh... Well... Okay, then. It's the weekend, I suppose. There's... Прекрасный пример решения конфликтной ситуации, когда сосед приходит и жалуется на то, что другой сосед шумит. Видимо, у него проходит много вечерин, и сосед, на которого жалуется, просто приглашает соседа на одну из этих вечерин. Теперь подробности. How are John and Phil related? They are neighbors, as we can see. Они соседи. John is Phil's new neighbor. Мы понимаем из фразы I don't think we've met yet. Не думаю, что мы уже встречались, что Джон действительно новый сосед. What is John's problem? John has been having problems sleeping because of Phil's loud music, the noise coming from Phil's house. Это нам становится понятно из подчеркнутой фразы. To keep my housemates and me awake. То есть не дает им просто спать. Причем since you moved in, возможно, Фил переехал как раз в район Джона. Тем не менее, для Фила сосед новый. Так что тут все правильно. What does Phil promise? To keep it down or to make less noise in future. То есть меньше шуметь, как-то потише быть с музыкой и шумом. And who is having a party on Saturday? Phil is having it. То есть вечеринка будет проходить у Фила. На нее, кстати, приглашен Джон, чем конфликт устранен. Теперь фразы. I'm on my way. Я спешу, направляюсь. Ну, в данном случае на лекцию. Have a quick word. Быстренько поговорить. Going on. То есть что-то происходит, продолжается. Keep it down мы уже поняли. То есть быть потише. Ну или притормозить вообще как бы с вечеринками, чтобы дать Джону возможность подготовиться к экзамену. Ну и в принципе все. Задание для вашего портфолио. Представьте, что у вас возникла какая-то проблема с вашим новым соседом. Можете использовать одну из тех, что у нас в упражнении 5. С товарищем нужно будет этот диалог разыграть. Использовать также можно диалог из упражнения 6, который мы с вами только что разобрали, как пример. И хорошая часть задания, которая просит вас записать себя, это очень помогает развитию навыков речи. Очень рекомендую ее выполнять. Наши войсботы составили подобный диалог. Давайте послушаем и почитаем, чтобы у вас был пример выполнения упражнения. Let's begin. Hi, I'm Paula Jenkins from next door. I don't think we've met yet. Oh, hi. I'm Carla. Pleased to meet you. Would you like to come in? Oh, no, thanks. I'm on my way to town. I just wondered if I could have a quick word. Sure, go ahead. Well, it's just that your dog has been coming into my garden and has dug up a few of my plants. Oh, dear. I'm sorry. I'll make sure that he stays at home in future. Thanks so much, Carla. I appreciate that. You're welcome. Oh, by the way, I'm going to a dog show this weekend. You could come too. Oh, well, okay then. That would be fun. И вновь у нас прекрасно решена конфликтная ситуация. Собака раскопала цветы в саду или на участке. Большой любви к собакам, видимо, не испытывает у нас человек. Но его пригласили сходить вместе на выставку собак, и, может быть, появится любовь, и проблема исчезнет совсем. То есть собака будет выигрыша. Она сможет спокойно раскапывать цветы, без всяких жалоб со стороны соседа. Say it right. Inviting. Accepting. Declining. Секция say it right расскажет нам, как приглашать людей, принимать приглашения и отклонять их. X size 8 choose the correct response, listen and check. Нам нужно сперва выбрать один из ответов, а затем послушать и проверить себя. Мы же сразу послушаем, услышим готовый вариант, а потом все проверим. Let's begin. Would you like to come for dinner tonight? Oh, unfortunately I can't. Now let us check how our answers. Давайте проверим ответы. Упражнение легкое. Я думаю, вы без труда с ним справились. Прошу только обратить внимание на очень интересную яркую фразу I wouldn't miss it for the world. Я ни за что не пропущу. В данном случае 4 июня, День независимости США. Idioms are favorites. Наши любимые идиомы. X size 9. Complete with. Black sheep. Trousers. Blood. Apple. Check in the word list. Do you have similar idioms in your language? Нас просят дополнить пропуски словами, выделенными курсивом. Проще всего и правильнее всего выполнять это задание, сверяясь со словарем, который у нас в конце учебника. И нужно ответить на вопрос, есть ли похожие идиомы в нашем языке. Let us look at them. Take care of your sister. She is your own flesh and blood. Заботься о своей сестре. Она твоя плоть и кровь. Мне кажется, в нашем языке тоже такое есть. His mother wears the trousers in the family. She is the boss. Если дословно, то его мама носит брюки в семье, то есть она заправляет всеми делами. И этому есть подтверждение в следующем предложении. Она главная, она босс. My brother is the black sheep of the family. He is always in trouble. Мой брат белая ворона в семье. Мне кажется, мы говорим по-другому. Он всегда попадает в неприятности, может быть, даже из них не вылезает. Her younger daughter is the apple of her eye. Apple of some reason is a зеница чьего-либо ока. То есть драгоценная какая-то вещь. Младшая дочь для нее является такой вот самой драгоценной вещью. Что в принципе нормально. Как видите, с wordlistом все это легко и просто. Think. What makes friends different from family? In three minutes write a few sentences on the topic. Вас просят подумать и ответить на вопрос, что отличает друзей от семьи. И за три минуты написать несколько предложений по теме. Возможно, самым главным тезисом вы выберете то, что друзей выбирают, а семью нет. При этом, когда мы выбираем друзей, мы выбираем их за то, что у них с нами много общего. А в семье же может быть так, что общего совсем между членами семьи нет. Наш восьбот Майкл озвучил эту мысль по-английски. Давайте послушаем, почитаем, что у него получилось, чтобы у вас был пример. Let's begin. Friends are people we choose to be close to. They are people we get on well with. They usually have the same interests as us. Friends may live far away from us, and so we have to make an effort to keep in touch with them. Family members, on the other hand, live in the same house as us, and may be totally different from us. То есть примерно так. Достаточно короткий, емкий текст. Майкл, как видите, максимально использовал те фразы, что мы узнали из этой главы. Если видео вам понравилось и оказалось полезным, пожалуйста, поставьте ему лайк, и подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon, and bye-bye.